Забота об окружающей среде помогает экономить деньги. В этом на собственном примере убедился один нижегородский автолюбитель, лишь только стал заправлять машину использованным подсолнечным маслом. Юрий Чухин вдохнул выхлопные газы с наслаждением. В машине пахнет вкусно, как будто передвижной ресторан. Аппетитные запахи витают в машине Алексея Носова вот уже третий год. Использованные на кухне при готовке масла автомобилист покупает в одном из нижегородских ресторанов по цене 5 рублей за литр. Им и заправляют свой внедорожник. Спокойно его фильтруем от различных примесей, от шкварок. Перемешиваем с ископаемой соляркой. Все это дело происходит медленно, осторожно, чтобы ничего лишнего в бак не попало. И потом заливаем мотор в бак и все, и поехали. Как правило, Алексей Носов ездит на горючем, который на 20% состоит из ресторанного топлива, а на 80% из солярки. Когда машина попадает в пробку, коллеги-автомобилисты приходят в недоумение. Все понимают, что с чем это пахнет вкусно, но откуда, никто не знает. Потом, прочитав, скажем, надписи на машине, то, что машина использует альтернативное топливо, в том числе биодизель, начинают уже люди понимать, откуда этот запах идет. Кто-то улыбается, кто-то начинает искать ближайший ресторанчик для того, чтобы перекусить. Впрочем, как объясняет хозяин недорожника, использовать биодизель он стал вовсе не от любви к запаху жареной картошки. Нефть и топливо ползет вверх. Но я от жадности, собственно говоря, начал каким-то образом менять свое топливо. Конечно, я выигрываю. Добавляя 20% биодизеля, соответственно, я 20% экономлю на солярке. Экономить на горючем в месяц получается около полутора тысяч рублей, подсчитал Алексей. Чтобы получить биотопливо, подойдет и обычное растительное масло, которое легко можно купить в магазине. К примеру, вот такой литровой бутылки хватит для приготовления 5 литров биодизельного топлива в смеси с соляркой. Конечно, в магазинах Алексей Носов себе масло для горючего не покупает. Разорительно. Под уже привычный аромат пончика в салоне он мечтает, как развить рынок альтернативного топлива. Скажем, все пустующие земли вокруг Нижнего Новгорода можно будет засадить рапсовыми культурами, отжимать из него растительное масло, изготавливать биодизель. При использовании биодизеля снижается и выброс выхлопных газов, говорит Алексей. Перейти на такое же топливо он предложил всем своим знакомым. Правда, искать горючее в ресторанах пока желающих не нашлось. Юрий Чухин, Владимир Бессарабов, Первый канал, Нижний Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok